Приобрести монеты на FIFA 15 Ultimate Team на все платформы вы можете у Алексея Алалаева и Максима Иванова. Самые низкие цены, быстрая доставка монет и быстрое обслуживание. Ссылку на продавцов вы найдете в описании под этим роликом. Субтитры сделал DimaTorzok Почему будет посвящен этот ролик? Я хотел бы записать небольшое мнение по поводу того, насколько сильно приставка PS4 отличается от версии игры на ПК. Вернее, FIFA. Думаю, вы меня все-таки поняли. И, в общем, друзья, что я могу сказать. У меня тут довольно-таки интересная история. Как вы видите, я выиграл 4 матча подряд. И это все стартовой командой. Если вы сейчас обратите внимание, то, как вы видите, у меня кубок, так сказать, выглядит нормально. И я его выиграл с первой попытки. Здесь вот кубки, они все заблокированы. Да, этот уже открытый. И я его выиграл с первой попытки. Боже мой. Впрочем, у меня попадались фул тот с командой. И я их, в общем-то, всех обыграл вот этим вот добром. Я не знаю, как так получилось. У меня тут еще, кстати говоря, Робин есть. И Месси, Месси, Месси. Да, вот. Левый Месси у меня также еще имеется. И вот такая вот команда. Интересная команда. Дед Форвард вообще огонь просто. 5 игр, 4 мяча и 1 голевой пас. В общем, друзья, давайте тогда обо всем по порядку. Также план на канал я выскажу. И, в общем-то, давайте, ребята, да, начинать. Поехали. Все, ребят, в общем, я тут нашел соперника. Рейтинг 84. И? Хм, неплохо. Окей. Ну, тут, смотрите, тут даже гибриды, короче, попадаются. Что интересно. Если на ПК вы встречаете больше типичную АПЛ со стариджами, то тут гибриды. Я, кстати говоря, против стариджа ни разу не сыграл за 4 матча. Я удивлен даже в этом. И здесь три лиги. Окей, да, давайте, давайте, давайте. Это 1-8 финала кубка. Опять же, я еще раз решил попробовать. Ни на что не рассчитываем, но просто, просто поиграем. Давайте, поехали. Так, тихо, костно. Уходим. Первое, довольно-таки, заметное, действительно, отличие PlayStation от ПК. То, что я сразу заметил, это камера ТВ-трансляция. В общем, я сам на ПК играл на этой камере. И я вам скажу, что несколько по-другому она там работает. И чертовски неудобно мне, лично, эта камера. Ну, здесь она и несколько поприятнее смотрится. Тут вообще картинка сама по себе смотрится гораздо приятнее. Проработан каждый элемент. И играть действительно довольно-таки приятно, что хочется отметить. Почему довольно-таки приятно? Прекрасно играть, на самом деле. Получаешь только удовольствие. Так, отлично. Я один на один сейчас своего игрока почти вывел. Ладно, окей, не вышло. Здесь у нас, вот, то, что касается отличий, также стоит отметить то, что здесь практически со всеми соперниками хорошие соединения. Если хорошие соединения на ПК тебе приходилось искать там, не знаю, возле 5-7 матчей, чтобы прям, ну, было более-менее неплохо, чтобы ты нажимаешь кнопку, он действительно дает пас буквально-таки в те же секунды, когда ты просишь сделать эту передачу. А то бывают там вообще сумасшедшие фрезы, лаги и непонятно ничего, что происходит на поле. А постоянно какие-то мясорубки здесь, к моему счастью, такого нету. И играть в разы приятнее в этом плане. Я спокойно управляю игроками. Правда, этими бомжами управлять спокойно довольно-таки сложно. Вот опять, видите, какая передача получается у нас. Третье изменение, ну, видит далеко не каждый. И, вернее, может быть, его вообще нет, может быть, это только мне так кажется, но действительно на PlayStation поле кажется в разы больше. И если на ПК оно как-то сжато, и все игроки сталкиваются между собой в этом самом маленьком поле, невозможно работать с мячом нормально, то здесь все гораздо лучше в этом плане. И действительно поле кажется несколько шире, обширнее. И самое, что главное, переводы, ребят, они работают здесь гораздо лучше. Ну, этот не сработал, потому что у игрока там посыпь 20. Вот. И действительно, кажется, поле гораздо больше. И касаний, касаний с мячом футболисты могут делать гораздо больше. Опять же, чтобы работать с мячом. Я вот как-то думал, как такие люди, как Ёжик, работают с мячом столь долго, там, по 80% чуть ли не. Вот. А в принципе, теперь я понимаю, потому что здесь работать в разы проще с мячом и контролировать его проще, учитывая то, что у тебя еще и лагов нету. В общем, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Ой, Диага Коста 1 на 1, это гол, наверное. Да, скорее всего. Не, нифига себе, вратарь спасает, бронзовый парень, как всегда все. По поводу передачи еще несколько слов хочется сказать. Действительно, пасы здесь гораздо более разнообразны. Я пытался комбинировать на ПК, что у меня не получалось просто-напросто абсолютно. То ли из-за коннекта, то ли из-за чего. В общем, передачи здесь делаю я с большим удовольствием и контролирует мяч. Приятно очень. И передача в разрез, что самое важное, здесь очень странным образом проходит. Действительно, потому что можно отдать блестящую передачу буквально-таки с центра поля. На ПК редко такое получается, а здесь буквально-таки каждая вторая передача проходит. И сами пасы смотрятся несколько интереснее, потому что процент брака на самом деле здесь гораздо ниже. То есть, вы даете передачи, они в большинстве случаев проходят, в чем я, в принципе, был довольно сильно удивлен. А вот так мы еще умеем играть. Ха, Нойер вытащил! Ну ладно. Касаемо, друзья, планов на канал. В общем, я постараюсь вводить постепенно новые рубрики, избавляться от тех рубрик, которые довольно-таки сильно заезжены многими ютуберами. И будем стараться делать, друзья, что-то свое, а тем временем зарабатывает наш футболист пенальти. И это круто. Опять же, я пока что ни одного матча не проиграл, и сейчас у меня есть возможность не проиграть свой пятый матч, даже выиграть, вероятно. Также, кстати говоря, если я найду аккаунт с 13-й FIFA, я подготовлю для вас... Ой. Довольно-таки интересный материал. И, в общем, все это вы увидите в ближайшее время. Но все равно пока что не нашел я аккаунт на ПК. А, да, о Вагерах тоже пару слов скажу. На август я планирую, опять же, я повторюсь, я только планирую. Вагеров 5-6, наверное, довольно-таки неплохих. Хочу реванш также взять у нескольких человек. И, в общем, друзья, все это вы увидите. Некоторые хотят у меня реванш взять, окей. В общем, опять же, Вагеров будет довольно много по предположениям. Но как оно все получится, я не могу обещать. Пока просто, ребят, ждите, ждите, ждите. Так, прострел прошел. И еще раз, ну забили. А, боже мой. Бронзовый парень. Бронзовый парень пас. Бронзовый парень пас. Ну-ка, хорош! Наконец-то мы забили. 1-0, прекрасно. Вот, пожалуйста, прошла передача. Казалось бы, абсолютно бесперспективная. Но смотрите, как он ее делает. Все, 1-0. И удары по низу, кстати говоря. Здесь несколько по-другому работает. Он наливает с матча. Давай, давай. Хотя, не, наверное, не наливает. Ну, да ладно. Мы еще поиграем. И, бра. Воу, прикольно. По поводу геймпада, если говорить, то для меня он несколько непривычен. Я могу сказать то, что у меня уже стик сирается. Вернее, резинка. Я не знаю, почему так. Ну, наверное, новый просто нужно будет купить. Вот и все. Вот. А в целом, так играть довольно-таки приятно. И с Xbox я уже почти перестроился. 1-1, наверное, просто. Да. 1-1. Окей. Раз уж я заговорил про то, что поле здесь кажется несколько шире и работает перевод. Так еще я отмечу еще одну довольно-таки интересную особенность. Как вы могли заметить, я перестроился конкретно на схему, на которой я, в общем-то, на ПК никогда не играл. Я-то всегда и объяснял тем, что та схема работает только для забросов. Так вот, друзья. На PlayStation гораздо меньше контактов. В чем я, в принципе, уже убедился. И, и, и. Поэтому данная схема работает здесь просто прекрасно. Здесь можно играть не только забросами, но и, как вы видели, делал сквозные передачи. И, в общем-то, вообще неплохо работает с мячом. Меня эта схема практически, практически, да, в принципе, устраивает для того, чтобы контролировать ситуацию. Да. Именно так я ее контролирую. Думаю, что здесь я найду для себя довольно много новых схем. Потому что на ПК, если у вас нет флангов, то вы можете играть только через забросы. И с таким коннектом, с такими соперниками, что видел я, это, ну, по-другому просто нельзя. Ну, тут наш защит провалился. Скорее всего, я сейчас пропущу Коста. Ахаха, тот с Коста, ребят. О, боже мой. Не знаю, может, Гантика. Ничего не хочу, просто комментировать. Пока что, ребят, я без карты захвата. Я не знаю, насколько хорош качество картинки будет. Думаю, что, ну, не самое такое. Лучше, конечно. Но, тем не менее, вроде как смотреть можно. Единственная проблема для меня это перетаскивать, так сказать, файлы с PlayStation на ПК. Это занимает только час. Конечно, дурдом полнейший. Но выбирать пока что, ребят, не приходится. Стримить с PlayStation я буду, но не знаю, когда. Опять же, и забивать нужно. Ой-ой-ой. Так что, ребят, схемы без флангов здесь действительно очень даже неплохие. И если вы будете на плойке, то обязательно попробуйте. С флангами, кстати говоря. 4-1-2-1-2 мне не особо понравилось. Смотрите, какая зона сейчас там была. Ааа, я не туда давал. Вот. Мне она не особо понравилась, потому что, опять же, там игроки очень широко по флангам располагаются. А в центре дыра была. Ну, не то, что даже дыра. Знаете, Филипп Лама у меня бегал что-то туда-сюда. Всю опорную зону пытался он закрывать. И не получалось просто-напросто у него. Потому что его раскатывали. В два игрока вот эти вот. И передачи вот эти вот сумасшедшие. Они Ламу просто уничтожали там конкретно. Я не спорю, что по ним, как бы, можно нормально играть. Я знаю, все из соперника. От соперника, опять же, зависит. Но в большинстве случаев как-то не получалось у меня. Вот поэтому все гораздо лучше. Опять же, ребят, повторюсь. Это мое личное мнение. Мне кажется, ну, будете вы в часть... Отчасти я со мной согласна. Потому что, если вы поиграете на плойке, то вы увидите абсолютно другую игру. И привыкать, забивать мячи вам тоже здесь придется. Абсолютно точно. По поводу СВЦ. В общем, ребят, буду работать. И я еще планирую попытаться выиграть квоту на... В том, что достиг я, я не остановлюсь. И нужно дальше 1-8 срочно проходить. Потому что мой уровень, в принципе, как я понял, позволяет бороться за самые-самые высокие места. В принципе, Саратовская СВЦ это показала. И то, что я выиграл... Вылетел там с углового. Но это ближний угол. Это, опять же, отчасти фарт. Моему сопернику. И не фарт мне. Игра была абсолютно равная. Он дошел до финала. Но, окей, раз не получилось, то нужно пробовать еще просто. Ну, а Диего Коста наконец-то смог забить. Вот вам и Тодз Коста. Против бронзы. Даже так. Ну, все. В общем, мы проиграли этот матч. Скорее всего, тут уже без вариантов. Раз со штрафного загрузили. Вариации для передач в разрез здесь просто уйма. Просто уйма. Ну, серьезно. Я такого на ПК никогда не видел. Да. Даже так. Ну, что Тодз Коста? Будет дубль, а, в твоем исполнении? А, ну, он пас даст. Конечно, да. Ибра. Не запил О боже мой, ну это понты опять же были Он мог просто забить Все, 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 мы проиграли этот матч В принципе проиграли заслуженно, парень Играл неплохо, опять же я мастерски Исполнил пенальцы, все как обычно В общем, друзья, мое мнение Вы только что услышали, надеюсь, что Я в чем-то был прав Если опять же Обращаться к тем людям, которые уже перешли С ПК на Плейстейшн, они просто играли на одной Из платформ Вот, собственно, матч для нас завершился 3-1, мы проиграли Ну и чего, и плевать как-то вообще Ну и проиграли достойно Мы вообще держались тут неплохо, даже счете вели В общем, друзья, вот таким вот образом Складывает все у нас Я буду стараться записывать с Плейстейшн Некоторые вагер матчи обязательно, куда без этого Вот, также будем работать над новыми проектами И новыми рубриками Новыми роликами интересными И меньше однообразия и больше креатива В общем, ребят, всем спасибо за то, что Вы посмотрели это видео, подписывайтесь на мой канал Если вы еще не подписаны Ну, а с вами был Фаворит Всем до скорых встреч